Привет, студент! С тобой УниверНьюз. Вот-вот вся страна отметит самый главный и волшебный праздник зимы. Последние дни декабря стали не менее насыщенными и у нашей творческой команды, которая подготовила для тебя самые интересные новости. И о них прямо сейчас мы расскажем в нашем последнем выпуске уходящего года. С тобой я, Адель Шамилова. Поехали! В Новый год с позитивной повесткой молодые ученые получат премию Лобачевского. Предновогоднее перевоплощение, ответственные дети и капризные родители в спектакле «Дети и эти». 2017-й станет для Казанского федерального годом больших перемен. При этом приятно отметить, что изменения носят в основном позитивный характер. Что же ждет нас в новом году, предлагаю узнать прямо сейчас. С 2017 года в Казанском федеральном университете будет вручаться премия за выдающиеся успехи в области математики, которая получит имя Николая Ивановича Лобачевского. Такое решение было принято 29 декабря, на последнем в уходящем году заседании ученого совета КФУ. Имя Николая Ивановича звучало в рамках собрания не единожды. В честь 225-летия со дня рождения великого математика, наступающему 2017 году, будет присвоено имя Лобачевского и дан старт множеству мероприятий, приуроченных к юбилею ученого. «Положительно откликнулся президент нашей республики Вустам Иванович Лобачевский и руководитель нашего попечительского совета. Премия имени Николая Ивановича Лобачевского с суммой 100 тысяч долларов. Значит, она будет сформирована за счет попечителей, будет выдаваться один раз в два года. То есть мы хотим, чтобы это была международная премия». Престиж награде придаст ее материальная составляющая. Планируется, что размер премии будет достигать 100 тысяч долларов. Немаловажно, что исключительное право выручения премии получает именно КФУ. Кроме того, проректор по образовательной деятельности Дмитрий Таюрский выступил с предложением создать в КФУ международную кафедру геометрии. По его замыслу, это подтвердит имя Родины прогрессивной математики и поможет добиться новых успехов. «Ту роль, которую сегодня математика играет во всех областях науки. Ну и, конечно же, просветительская деятельность университета как центра науки, центра образования и рассказы о том, что сегодня делается в университете. И вот весь комплекс мероприятий должен, видимо, укладываться в отборное, что-то еще и упущено, будем благодарны, что-то еще подскажет». Прозвучала идея проводить каждый год под знаменем имен выдающихся людей, когда-то работавших или учившихся в Казанском университете. По аналогии с годом Лобачевского в КФУ, уже 2018 год предложили ознаменовать в честь всемирно известного студента Казанского университета Льва Николаевича Толстого. Несмотря на то, что впереди еще много времени для разработки плана, у коллектива Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ уже набралось много перспективных идей. Например, во дворе одного из зданий КФУ предложили установить памятник писателю – полноценный арт-объект, который вошел бы в число символов университета. Он жил в Казани с 1841 по 1847 годы и с 1844 по 1847 годы был студентом Казанского университета. Именно здесь, под влиянием атмосферы университета и его профессуры, состоялось духовное рождение писателя, были написаны первые философские статьи и сделаны на доске ранних художественных произведений. Тему «Воссоединение истории и современности» резюмировала и директор Музея истории КФУ. По ее инициативе актовый зал главного здания КФУ переименуют в «Императорский». Однако университет не забывает и о тех, кто составляет его лицо сегодня. Подвелись итоги конкурса на должность декана юридического факультета. Им официально стала Лилия Бакулина. Вакансия директора Института физики по-прежнему остается открытой. Также тайным голосованием избрали руководители ряда кафедр и научных групп. Не забыли и о благотворительности. Студенты, относящиеся к категории социально незащищенных, получат единовременную выплату. На такой позитивной ноте заседание ученого совета завершилось. Ректор пожелал собравшимся счастливого Нового года и предложил в следующем году начать работу с самой позитивной повесткой – планами по достижению новых побед. Адель Шамилова, Ленартова Литьяров, Руслан Урозаев, Универньюз. Когда год подходит к завершению, важно подводить итоги сделанной работы за прошедшее время, чтобы понять, в чем еще нужно преуспеть. Итоги за 2016 год подвели и молодые ученые вместе с ректором Казанского федерального университета. Смотрим. В Институте управления экономикой и финансов состоялась предновогодняя встреча ректора Казанского федерального с молодыми учеными. Для университета 2016 года было неплохим. В целом мы справились со всеми поставленными перед собой задачами. С докладом об итогах ученых за 2016 год выступил председатель Ассоциации молодых ученых Казанского университета Михаил Варфоломеев. Возраст этих молодых ученых – это 30 лет. То есть это не те люди, которые уже переходят стадию молодых и опытных, а именно те, которые начинают развиваться. Основной контингент молодых ученых именно вот из этой среды. И очень хорошо и здорово то, что они нашли свое место в университете и активно работают и достигают больших результатов. Он рассказал о достижениях молодых ученых. В этом году они активно печатались в научных журналах. Один из ученых университета вошел в топ-100 молодых ученых-лидеров фундаментальной науки, руководителя Российского фонда фундаментальных исследований. А молодой доктор наук университета стал член-корреспондентом Академии наук Республики Татарстан. На встрече Решат Гафуров наградил молодых ученых, достигших выдающихся успехов в 2016 году в сфере науки, образования и общественной деятельности. А также победители конкурса на соискании стимулирующей выплаты ректорам молодым ученым КФУ, осуществляющим перспективные научные исследования. Было намечено много планов, которые необходимо реализовывать в наступающем году. Актуальными оказались самые насущные бытовые темы, такие как обеспечение сотрудников жильем по программам социальной ипотеки. У нас есть еще ряд земельных участков. Мы, может, переговорим и найдем какие-то возможности, может, какие-то коттеджные или еще какие-то домики будем строить. Встреча прошла в форме диалога, где ученые смогли задать ректору все интересующие вопросы и высказать свои предложения. Кроме того, молодые ученые поинтересовались у ректора, чего ждать после глобальной перестройки государственной образовательной политики. Вот он скорее про изменения, которые произошли. То есть, во-первых, у нас поменялся у кемнистр образования, и во-вторых, начала уточняться программа 5.100. Какие вот планы на высшем уровне сейчас, которые до вас доходят, но еще пока может реализуются. То есть, вот, чего нам еще ждать в университете? Политика чуть-чуть поменяется, у нас, может быть, затронут только вопросы формирования подготовки учительских кадров. И есть надежда на большой плюс, что будут увеличены, это и администратор тоже озвучил, контрольные цифры приема социокументарного дела. Анна Глазунова, Руслан Урозаев, Универньюс. О чем расскажет нам сегодня Всемирная сеть, узнаем в нашей традиционной рубрике Вайп Ньюс. Казанский ученый изобрел стволовые клетки в виде земли. Старший научный сотрудник в виртуальной опен-лаб генной клеточной технологии Казанского федерального университета Елена Закирова вырастила клетку плода собаки в специальной среде с луэросэнными красителями. Уникальный снимок в результате выиграл конкурс университетской фотографии 2016. В Татарстане начнут разводить снежных барсов. В 2017 году в Зеленодольском районе Татарстана на базе охотничьего хозяйства Свияж создадут центр реабилитации разведения охраны снежных барсов. Ворона на границе с Российской Федерацией украла паспорт у гражданина Эстонии. Сотрудники доможенного поста попытались помочь гражданину Эстонии, даже привлекли кинологов с служебными собаками, однако поймать ворону не удалось. В столетнем особняке на Будлерова откроют библиотеку. Объезд культурного наследия Республики Татарстан, здание Республиканской офтальмологической больницы в будущем году ожидает капитальный ремонт. КФУ получит право на вручение премии имени Лобачевского в размере 100 тысяч долларов. Присуждать награду за выдающиеся достижения в области геометрии и математики будет специально сформированный авторитетным международным жюри. В Казанском аэропорту появится новое Wi-Fi-пространство. В рамках подготовки к проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 году в российских аэропортах будет создана общая сеть Wi-Fi. В Иннополисе откроют факультет для девушек. Он будет специализироваться на применении айти-технологий в сфере медиа и искусства. Новый год на дне морском. Жители Одессы встретили 2017-й под водой в костюмах Санты и съели в канун Нового года на глубину 20 метров. Погрузились около 10 аквалангистов. Всего под водой ребята провели около часа. Они наряжали новогоднее дерево и позировали фотографом. Как известно, к подготовке новогоднего чуда ответственнее всего подходят дети. Именно для них этот праздник является чем-то особенным и сказочным. И чудо действительно происходит, как, например, в спектакле «Дети-ети». Корреспондент Анастасия Иванова расскажет о волшебных первоплощениях. Одна дочка надела папе на шею новый шерстяной шарф. Именно с этого действия начинается спектакль «Дети-эти» в творческой лаборатории «Угол». Почему дочка? А все потому, что в спектакле, созданном по рассказам Григория Остера, дети особенные и ответственные, а взрослые, наоборот, капризничают и хулиганят. Поэтому посмотреть на себя со стороны интересны и взрослым, и детям. Родители могут представить себя на месте детей. К примеру, та же самая сцена с шарфом, когда с утра дети не хотят надевать какие-то теплые вещи, потому что и так тепло, и он колется, и все прочее. И тут эти ситуации обыгрываются с противоположных точек зрения. То есть, соответственно, родители смотрят такие, ну да, наверное, в какие-то моменты мы перегибаем палку. А дети как бы смеются и думают, ну да, в какие-то моменты, наверное, можно вести себя как бы более так сговорчиво. Сценарий спектакля Родиона Букаева создан из целого цикла рассказов детского писателя Григория Остера. Хотя тема перевоплощения детей во взрослых кажется фантастической, идея спектакля далеко не детская. Здесь взрослые вместе с детьми заново учатся не разговаривать с незнакомцами, не терять ключи и носить теплые вещи. На самом деле наша задача была привлечь папу в театр, потому что обычно приходят мамы с детьми. И действительно, на первых показах у нас преимущественно приходили папы с детьми. Это было очень круто. А с чем они должны уйти? Они должны уйти вместе за руку и с тем ощущением, что они действительно как-то должны найти общий язык между собой. А в новогодние праздники общий язык особенно важен, ведь это и есть то самое чудо, настоящее понимание между родителями и ребенком. Анастасия Иванова, Ленар Довлетяров, Универ Ньюс. Ну что ж, на этом все на сегодня. Пусть в новогоднюю ночь в вашу дверь постучится счастье. Так что постарайтесь в этот момент оказаться дома. До новых встреч в следующем году. Субтитры сделал DimaTorzok